Та же самая задача на плоскошем. Вот у нас весь круг заполнен муравьями. Ну и на границе тоже муравьи. И дальше все муравьи убежали куда-то на границе. Нужно доказать, что есть два каких-то... Ну, а вообще они были плотные, они были на маленьких расстояниях. Нужно доказать, что есть два муравья, которые убежали в разные места. Существенно разные места. Ну да, настоящие, я не знаю, больше, чем на третьей окружности. Ну, научно это можно сказать так. Что если у нас есть некоторое непрерывное отображение... Ну, это научные слова, поэтому я прошу прощения. Круга. Всего круга на окружность. Это что значит? Что вся приточка круга, в ней был какой-то муравей, и он прибежал. В какую-то точку окружности. И второе. Что f на границе муравьи не двигаются, если x уже на окружность. И вот этого не может быть. Вот это невозможно. Конечно, по-хорошему нужно было бы определять, что такое непрерывный фон, непрерывное отображение. Но это дело сложное, поэтому я предлагаю себе так представить. Ну, можно еще так себе представить. Вот у нас является резиновая пленка. И затем эту резиновую пленку мы хотим сложить, чтобы она была на окружности только. Тогда как мне ясно, что в ней должна образоваться дырка. Что без дырки она не сложится. И вот эта теорема и говорит, что это невозможно. Одноверный вариант был такой, что если мы имеем непрерывное отображение отрезка в 0 и 1, то оно, значит, такого не бывает. Значит, что, если есть отображение отрезка f от 0, f отрезка 0 и 1 просто либо в 0, либо в 1, то это научно пишут, что вот так. Ну, неважно, что это значит, но, собственно, я уже не знаю, скажу, что если f от 0 равно 0, f от 1 равно 1, то f не может быть непрерывным. Но это вот мы знаем все просто. Она должна где-то принимать различные значения, а ей это запрещено, поэтому она ее не существует. Вот я чувствую, что это такое сложное место. Ну, давайте, скажите еще раз, может быть, более доступно и для народа, чтобы больше людей поняло. Доступнее не будет, вы заранее это называли. Ну, скажите вы, что такое непрерывность функции? Значит, во-первых, что такое функция вообще? Что у нас имеется, каждая точка круга x ставится в соответствии некоторая точка f от x на y. Это вообще функция? Непрерывность, когда вау-то фигурку... Да, непрерывность, это вот что. Что если два муравья были близки, то они далеко не ушли. То есть если муравей какой-то попал сюда, то значит все очень близкие к нему муравей попали куда-то близко к нему. Это деликатный момент, как это определять, это математический анализ, это все определяется, но интуитивно более-менее понятно. Что запрещается? Что были каких-то два очень близких муравья, ну, а они попали в совершенно разные точки круга. То есть... Ну, конечно, это не на каком-то конечном расстоянии, они могут разойтись, но важно, что очень близкие... Ну, формально говоря, надо сказать так, что если бы, скажем, выберем какое-то допустимое отклонение на границе, то есть некий кружок, в котором все уровни останутся внутри этого допустимого отклонения. Но я не призываю сейчас формальное это определение рассматривать, просто идея такая, что, ну, вот, ну, скажем, что значит, что произошел разрыв? Вот вы там пытались там шарик надувать какой-то, а он лопнул. Что означает, что он лопнул? Это означает, что были какие-то две точки на шарике, которые были очень близко, а потом он разорвался, и эти точки уже стали с двух сторон. На обрывках они уже стали далеко. Вот это называется разрыв, когда близкие точки становятся далеки. И вот мы требуем, чтобы этого не было. А еще требуем, чтобы на окружности мурари просто не смещались, где были, там и остались. И вот эти два требования вместе осуществить нельзя. Можешь ли кто-нибудь объяснить, почему нельзя? Это сложный обрет, но, может быть, если есть опытные люди, которые даже слушали фразу топологию, может, кто-нибудь из них знает. Почему такого не бывает? Мы рассмотрим уровень, которые на окружности. Они остались на месте. Как были на окружности, так и они остались на месте, причем не просто на окружности, а в той же точке окружности. Вот это у нас условие номер два, оно здесь записано. Значит, количество оборотов, которые сделала функция, это один оборот. Сейчас. Количество оборотов, которые сделала функция, это непонятно. Раньше у нас машина ездила по плоскости вокруг наблюдателя, а здесь у нас, как бы, не какая-то траектория, а прямо целая функция. Что значит количество оборотов, которые сделала функция? Ну, где-то есть точка x, есть fx. Есть fx, да. fx, это и есть машина, которая как-то будет двигаться по окружности. fx, это машина, но, которая будет двигаться по окружности, когда шага. �у нас, как бы, для разных учwości есть свое положение на окружности, машина на окружности. Как это понять? То есть все-таки нам нужно, что со временем движение по окружности, ну и не üzerine по окружности, а вообще по кривой, означает, что со временем положение меняется. То есть вы как-то начали в какой-то момент, а потом как-то со временем это меняется. А здесь как бы непонятно, в чем состоит время. Ну, идея очень правильная. Но, может быть, кто-нибудь может объяснить, что имела в виду Холли? Что хотел сказать Коля, на самом деле, хотел сказать вот что. Давайте посмотрим на такую задачу. Представим себе, что у нас кто-то, точка движется по окружности, такого-то размера. Большего или меньшего. Вот x обходит какую-то окружность. Тогда f от x, ну тоже оно в разных местах, для разных мест на этой окружности, может быть разные. Значит оно, вот если точка x движется по этой окружности, тогда точка f от x движется вот по этой окружности. И соответственно, она может сделать какое-то количество оборотов, когда мы по этой окружности круг замкнем. Это значит, что на этой окружности точка тоже вернется в островное место. Но она может сделать сколько-то оборотов. Это вы хотели сказать, да? Понятно, что это за число оборотов? Ну давайте хорошо. Вот представим себе, что этот круг очень маленький. Какой здесь? Сколько оборотов она сделает? Если точка x, она тут крутится около какой-то точки окружности, около точки круга, около центра. Сколько будет, сколько оборотов сделает f от x? f от x это которая на окружность. Ну ее образ на окружность точно называется. Ноль. Ноль. Почему? Ну потому что центр окружности, муравей в центре окружности куда-то должен переходить. Значит, близкие к нему муравьи должны переходить в какие-то близкие точки. Но, соответственно, сделать вокруг, обойти окружность кругом они не могут, оставаясь близкими годами. Мы можем менять радиус, ребята. Сейчас, радиус мы даже пока еще не начали, нам по пути это понять. Оно и вылезет, давайте начнем менять радиус. Представим себе наоборот, что точка x обходит по этому кругу. Тогда сколько оборотов делает f от x? Один. Один. Почему? Ну, потому что f от x равно x на окружности, и значит, она вместе с этим самым, вместе с x-ом, делает один оборот. Так, ну я чувствую, что все-таки мы запутали народ, эти непрерывные функции, мемор-объясни, окружность. Ну, это трудное место, это не то, что вам нравится. Ребята, надо представить себе, что у вас есть одновременно много окружностей, которые все более-менее с одним центром, и по всем ним бегают точки. Представьте себе такое семейство окружностей. Х Bailey, вот так что-то интересное дело. Продолжение следует...